Девушки отдыхают Хочется вам чего? Это ключевой момент. Что бы вы ни делали, если вы делаете потому что надо, а не потому что хотите, что бы вы ни делали, это вам не принесет какого-либо удовольствия и результатов. Потому что это надо делать. Далее, значит, вы говорите, что вы общаетесь пять месяцев, признавались, значит, друг другу в любви, вот. Скажите, то есть вы считаете, что пять месяцев, что вы, скажем так, знаете друг друга, это вполне достаточно для того, чтобы, ну, понять, что вы любите друг друга. Если именно исходить из того, какие у вас отношения, именно. То есть я не хочу сказать здесь обязательно, что вы не можете там, грубо говоря, полюбить друг друга за определенный срок, но тем не менее, тем не менее, да? То есть, как вы думаете, как вы думаете, вы могли бы полюбить друг друга за такой, ну, за такой срок, или нет? Значит, значит, именно вы могли бы, могли бы полюбить, именно она могла ли полюбить вас. Вот. То есть, опять же, признавались в любви, да, это не то же самое, что, собственно, любить. То есть чувства, они не обязательно выражаются словами. И здесь вот, на мой взгляд, нужно вам самому спрятать для себя хотя бы понять, вы как к своей девушке относитесь, вы ее любите, или вы ей просто в любви признались, потому что надо. Я без сарказма сейчас это говорю, потому что вы действительно написали, что вам надо делать. Понимаете? Вот. То есть не что мне делать, чтобы получить что-то, чего я хочу, а именно что надо делать. Это меня очень насторожило. Дальше, значит, как вы сами, наверное, можете видеть, у девушки есть определенное различие в том, как она, например, как она, например, воспринимает чувства. Да, то есть как она видит чувства, ну, ваши, свои и так далее. Знаете? То есть, ее любовь, это не то же самое, что ваша любовь. Соответственно, возникает вопрос. Готовы ли вы принять ее чувства именно такими, какие они есть? Вот. Готовы ли вы это сделать? Или вы будете требовать от нее обязательно чего-то для себя? или вы будете от себя требовать чего-то, что нужно ей, что нужно для нее? Ну, обязательно или обязательно, или не обязательно, да? Неважно. Неважно это. Вот. Понимаете? То есть, вот здесь тоже важно понять именно стратегию. То есть, как вы себя позиционируете здесь. Ну, вот, именно в отношении. Дальше вы говорите о том, что вы поругались. Значит, соответственно, здесь важно увидеть, постараться увидеть, по крайней мере, причину, по которой вы поругались. То есть, что там, ну, что произошло, что случилось, да? Из-за чего вы, собственно, разошлись во мнениях, да? Каких-то. Вот. То есть, это тоже такой очень важный момент. То есть, поняли ли вы, например, что сделали что-то не так? Поняли ли вы, например, что ошиблись? Или, может быть, она там сделала что-то не так, чего вы от нее не ожидали и так далее? То есть, грубо говоря, сейчас, на данный момент, вы говорите, что мы поругались. Понимаете? То есть, вы говорите, что поругались мы. В действительности же, в действительности же, это, ну, не совсем так. Не вы поругались, а именно вы с ней, именно вы с ней поругались. То есть, вы вступили в конфликт, вы вступили в ссору, да? Для чего-то, зачем-то, почему-то. Вы вступили в ссору, значит, ну, с девушкой. И ваша позиция почему-то требовала того, чтобы вы именно ругались. Вот. И здесь, опять же, очень важный момент. Очень важный момент такой, что именно спровоцировало вашу реакцию. То есть, понимаете, сейчас, пока что, сейчас, на данный момент, вы, как бы, избегаете ответственности за то, что сделали. То есть, вы не говорите, что вот, я там поругался, мне там, ну, мне со мной там что-то случилось, и так далее. Этого вы не говорите. У вас ситуация именно в том, у вас момент именно в том, что вы поругались. И до тех пор, пока вы свою собственную ответственность за вот ситуацию, которая произошла, не возьмете, я думаю, что могут, могут быть проблемы. Ну, и они у вас сейчас вот на данный момент как раз таки и, собственно, и есть. Вот. Далее, нужно понимать, что нужно понимать, нужно понимать, что девушка, значит, ну, какой бы она ни была, да, она после ссоры не может говорить, что вас там любят, в любом случае. Потому что, ну, вы ее обидели, а, с чем-то, как-то, своим поведением. И, естественно, ей трудно, ей тяжело, ей некомфортно, и она, в общем-то, не может сейчас, сейчас сказать, что у нее есть к вам те же чувства. Потому что, возможно, там и обида на вас, и свои какие-то страхи, и неуверенности, и предрассудки, ну, касающиеся, опять же, отношений с вами. Особенно, если она неопытная, да, если, там, грубо говоря, вы у нее первый мужчина, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Серьезно к ее словам относиться как раз не стоит, именно несерьезно. Нужно отнестись к ее словам несерьезно, и нельзя встретить на этом внимательно. То есть она говорит, что у нее к вам симпатия, пока что, и это на самом деле не много, это не мало, это не мало, да? Потому что могло бы и не быть у нее симпатия к вам. А симпатия есть. То есть она не называет это любовью, ну, там, испугалась, чувства зажгала, значит, была. Не нужно здесь, значит, придавать этому большое значение. Наоборот, наоборот, постарайтесь, чтобы девочка, значит, расслабила, постарайтесь, чтобы она перестала ожидать от вас какого-то негатива, если этот негатив и есть, вот. Постарайтесь обязательно, как бы это сказать, оградить ее от негатива. И общайтесь с ней так, как ей нравится, общайтесь с ней так, как ей хочется, как ей было бы комфортно, вот. И так далее. То есть, то есть, сейчас, сейчас, важно именно вот понять, что ее напрягает, что ее раздражает, может быть. в вас. Понимаете? Вот. И тогда, когда вы это поймете, вы сможете это исключить. И, соответственно, если вы это исключите, то у вас появится шанс все наладить. То есть, будьте спокойны, выдержаны, терпеливы и у вас все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.